Глава городского округа Александр Баранов встретился с населением. Жители смогли задать мэру наболевшие вопросы. Встреча прошла 24 августа в Центре культуры и искусства «Спутник». Подробнее в нашем сюжете. Встреча жителей с главой городского округа Александром Барановым прошла в минувшую пятницу. В ходе беседы жители задавали интересующие их вопросы, рассказывали о наболевших проблемах, касающихся в основном жилищного хозяйства. Что касается нашей жизни, в июле месяце я отчитался перед депутатами городского округа о деятельности за 2017 год. Ну, так скажем, 2017 год для нас сложился достаточно успешно. Многие вопросы нам удалось решить. Мы поучаствовали в программе «Комфортная среда», «Городская среда». У нас были отремонтированы территории, придомовые территории. И здесь, и в Дунае, это у нас Тихонова 7, Карнация 13, Беларшева 1, ну и в Дунае. Это одна территория. Плюс мы делали по своим программам благоустройства, также ремонт территории Тихонова. Александр Сергеевич поделился о проделанной работе администрации города и о планах на ближайшее время. На встрече более подробно были затронуты темы жилищно-коммунального хозяйства. Это взаимодействие между принтеплоэнерго и управляющими компаниями. Качество подготовки к отопительному сезону, подача горячей воды. Облагоражение придомовых территорий, озеленение участков, проблемы парковочных мест. Также были затронуты вопросы благоустройства городской среды, а именно реконструкция площади, достройка спортивного комплекса, здравоохранение. Обсуждались проблемы нехватки врачей, достройка лечебного корпуса, пока остается на повестке дня. И, конечно же, на встрече была затронута сфера образования. Продолжаем работу по совершенствованию нашей системы образования. Сейчас у нас начинается работа по расширению сети именно ясельных групп, поскольку от 3 до 7 лет, как указал президент, эту задачу мы выполнили. У нас имеются даже, так скажем, вакансии, достаточно большие вакансии для детей, которые достигли возраста от 3 до 7 лет. Решить задачу постройки новой школы в городе Фокино пока не так-то просто. Нехватка кадров сейчас первый камень преткновения в осуществлении этого проекта. Для полной его реализации необходимо увеличить население города минимум еще на 2 тысячи человек. А вот с детскими садами в городе сейчас ситуация более прозрачна. С учетом, опять же, указа президента, мы открываем младшие группы. Поэтому детский сад номер один, как раньше мы называли его госпитальный детский сад, солнышко, старое здание, которое по нынешним временам не соответствует ничему, мы его уже провели в проектирование и будем реконструировать его под именно ясно. Хотелось бы обратиться к жителям городского округа, быть активнее в вопросах, касающихся жизни своего города, не оставаться в тени, а проявлять активную позицию в вопросах, касающихся улучшения качества жизни нашей городской среды.